Какие-то у меня морщинки здесь новые пошли. Все, какой-то прыщик здесь выскочил. Вы ведь знаете, что я думаю на самом деле. Абсолютно ничего, что происходит по эту сторону экрана, ту сторону экрана не интересует. Люди приходят сюда с двумя целями. Первое, узнать что-то полезное. И второе, поразвлечься. Сегодня пятница, и я отвечаю на ваши вопросы. Здравствуйте, Александр. Меня зовут Алина. Алина, здравствуйте. Мне двадцать. Обращаюсь к вам за советом. Моя проблема в том, что я совсем боюсь общаться с людьми. Можно сказать, я боюсь общества. Друзей нет. И это выгнетает. Помню на день рождения моя близкая школьная подруга как-то пожелала мне быть открытой, снять эти самые ковы. Честно говоря, я сама этого хочу. Я боюсь. Меня будут критиковать, ругать, воспитывать, учить, как надо жить. Ведь я совсем не умею защищаться. Это связано с детским стрессом. Меня растили девочки-паяньки. Всегда велели не перечить. Из этого всего выросло молчуние. Такой себе клочок нервов. Внешняя скала. Внутри буря эмоций. Скажите, я не безнадежна. Как мне раз и навсегда. Преодолите эту фобию. Пиас. Благодарю за то, что дарите свет и надежду. Я вам верю. Я не могу не выбрать это письмо, оно так красиво закончилось. Я вам верю. Уже поздняя ночь. До самого поздна я готовился к завтрашнему тренингу. На какую-то секунду возникла мысль, а не испугаться ли мне. Я пояснил. Это будет кооперативный тренинг. То есть ты выходишь на сцену. И зал полон людей, которые там не хотели быть. За них заплатил менеджмент. Их заставили туда прийти. Они вот так воскрещивают руки, смотрят на тебя и думают. Это кто еще вообще такой? Чему нас здесь собираются вообще обучать? Обычно занимает 10-15 минут полностью разбить барьеры между тобой и аудиторией. И тогда начинается тренинг, азарт, настоящий диалог. Но первые 10-15 минут они самые трудные. И вопрос не испугаться ли мне вполне обоснован. Конечно, я не испугался. Не потому что я уверен в себе. Знаете, что я думаю, что это быть глупо уверенным в себе. Я уверен в моих рефлексах. Я знаю, что когда только выйду на сцену, мои рефлексы включатся. И они сделают всю работу за меня. Али, у вас нет пока этих рефлексов. Вам не на что положиться. Ваш организм выдает страх, как сигнал, означающий, что у вас нет рефлексов, на которые он может положиться. И ему лучше избежать любой ситуации общения с людьми. Более того, всю вашу жизнь вы практиковали рефлексы трусливого человека. Вы избегали общения, вы забивались в угол и молчали. Вам нужно будет полностью менять ваши рефлексы. Вы пройдете через три стадии. Стадия первая – это узнать саму себя. Рекомендую вам. Возьмите диктофон и записывайте абсолютно все диалоги, которые вы проводите в течение дня. Говорите с кем по телефону, записывайте в вашу сторону диалога. Стадия вторая – принятие себя. Это стадия неприятная. Вы узнаете. Оказывается, вы используете много слов паразитов. Оказывается, вы действительно звучите неуверенно. И оказывается, у вас даже некрасивый голос, и он вам не понравится. Все просто. Ваш диктофон воспринимает ваш голос по воздуху. Ваши уши воспринимают ваш голос по воздуху. И через костную систему вашего черепа. Поэтому получается более объемный и более красивый. Ну и что? Но когда вы себе примете такую, словами-паразитами, с неуверенным, с неправильным голосом, но вы себе принимаете, и тогда наступает третья стадия. Стадия расслабления. В стадии расслабления вы просто не можете бояться. Расслабление и страх вместе не могут существовать. Еще в этом письме я вижу еще один вопрос, который нужно обязательно нарисовать. Это ваше мышление. Вы говорите, как перестать бояться. Бояться, бояться. По-английски есть такой принцип, он называется What you focus on expands. На чем фокусируетесь? Расширяется. Сделайте вот такой маленький пиксель впереди себя. Сделайте его, действительно, сделайте. А потом приближайте его к себе. Один пиксель, десять пикселей, сто пикселей, тысячи пикселей. Не бояться. Бояться, 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 бояться полностью затмевает все ваше поле зрения. И страх становится вами. Всю нашу жизнь нас соперничает две эмоции. Первая эмоция, самая негативная, это страх. Другая эмоция, самая приятная, это счастье. Если вы будете думать, как мне не бояться, 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 страх разрастется и полностью падает ваше счастье. Если же вы будете думать, как мне быть счастливее, 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 Алина, ничего, к сожалению, не произойдет. Счастье, это очень слабая эмоция. И при конфронтации со страхом она всегда проигрывает. Вам нужно будет разбудить в себе три очень сильные эмоции, каждый из которых имеет потенциал подавить ваш страх. Эмоция первая, это сильные амбиции. Сильное желание измениться. «Я хочу быть другой, я хочу стать лучше». Вторая эмоция – это гнев, злость на себя, на ситуацию, на людей. Как такое произошло? И эмоция третья – это любовь. Только три этих эмоции имеют потенциал подавить ваш страх. Если вы их себе не найдете, то вся эта моя система узнать себя, принять себя и расслабиться, останется для вас полной теорией. Вы никогда к ней не приступите. Вам нужно будет разбудить себе эти эмоции. И, возможно, вы думаете, что люди, которые не боятся, они такими рождены, они какие-то особенные, они бесстрашны. Нет, нет. Каждый человек, который не боится, он нашел цель или причину более значимую, чем страх, который в нем живет. Страх живет в каждом человеке. Нельзя побороть его раз и навсегда. Что мы можем сделать? Мы можем загнать его в угол, чтобы он там отсиживался всю нашу жизнь и не высовывался. Если вы этого не сделаете, страх звонит вас в угол, и вы будете там сидеть сами всю вашу жизнь. У вас возникает вопрос. Сколько времени у вас займет? Выработать эти рефлексы, пробудить в себе эти эмоции. Знаете что? Я встречал людей, которые борются за страхом всю их жизнь и не справляются. И я встречал людей, которые за одну секунду выработали в себе эти нужные чувства и загнали страх в угол и держат его там по сей день. Сколько вас займет времени, выбор за вами. Каждый человек решает сам. С вами был я, Александр Герасименко. До встречи.